Ребят, всем привет! Сейчас вот я еду из Питера в Петрозаводск и вот меня обгоняют, что-то я медленно езжу. Сейчас, не помню, по-моему 29-е, завтра 30-е, да, сегодня 29-е число и пока светло, 14.41 показывает по времени, я решил записать, пока еду вот в таком вот формате, то есть это можно не смотреть, а слушать, в таком формате итоги своего года. То есть это не поздравление, а просто вот я попытаюсь как-то изложить, как прошел у меня этот год 2019-й, насколько он был для меня хорошим, нехорошим, кто следит за моим каналом знает, что у меня разные события были в жизни, важные, про неважные не всегда говорю, да и про важные не всегда. В общем, будет итог 2019-го года, я к этому ролику никак не готовился, сейчас вот буду думать, что же у меня с 2019-м годом. Итак, 2000 оборотов на двигателе, 100 км в час, отлично. Я где-то в километрах 60-70 от Питера в сторону Карелии еду, где буду праздновать Новый год, ну встречать, а не праздновать с папой и мамой, вот так это будет. Итак, давайте про 2019-й год. Как я его встречал, вот год назад, мы встречали с женой и детьми в Питере, по-моему, если мне не изменяет память, если я ничего не путаю, ну вроде бы да, это было так, но мы уже были с ней в таком, наши отношения уже были все завершены, так скажем, как отношения мужа и жены. Все. То есть, но мы жили еще вместе, потому что мы расстались, но как бы не врагами. То есть у нас на самом деле нормальные отношения человеческие, мы общаемся, хотя я бы не сказал, что я готов испытывать к ней уважение, не готов, реально. Для этого, может, мне еще нужно время. Но сейчас я к ситуации в целом отношусь уже более спокойно. Все самое трэшовое для себя я пережил, да, мне было тяжело, вот. Но как бы на самом деле тяжело мне было не потому, что мы расстались как пара, да, а именно из-за того, что в целом, получается, развалилась семья. Для меня вот это было самое такое горькое событие. Потому что, ну, блядь, ну, что в этом может быть хорошего? Я вообще думаю, что люди могут быть вместе. Им не обязательно как-то расходиться. То есть, ну, большинство людей-то, конечно, понятно, что разводятся, но им не обязательно это делать, потому что на самом деле просто люди не хотят прорабатывать какие-то проблемы. проще забить болт, чем решать какие-то вопросы. Поэтому я считаю, что, ну, вот, просто попытаться, надо посмотреть на ситуацию, там, например, через 10 лет, через 5 лет, через 20 лет. Я, правда, ну, этого не могу сделать, потому что прошло совсем немного времени. Вот, но я вот так вот, пофантазировав, думаю, блядь, ну, пиздец, знак 40, я еду 70, сзади пидор, блядь, мигает, что я, блядь, торможу. Ну, хуй знает, ребят, прав я или не прав, ладно, это сейчас не об этом речь. Потом где-то дальше была жизнь-жизнь, и вот, видимо, в марте, по-моему, в марте я уже все съехал с квартиры, снял в соседнем доме однушку, нашел на Авито, искал, ну, я так не спеша искал, ну, вот, наверное, 2 месяца, вот, как раз, январь-февраль. Ну, вот, всякие варианты, думал, и комнату снять, и однушку снять, и в одном районе, и в другом, но, поскольку я прикипел, живу в этой, в Сосновой поляне, то есть, я искал Сосновая поляна, юго-запад, но потом нашел объявление в соседнем доме, думаю, ну, это прям вообще надо брать, короче. И, действительно, нормальные хозяева, прямо очень хорошие. Саму хозяйку квартиры я никогда в жизни не видел, может, никогда и не увижу, она живет где-то в другой части страны, ее племянница Катя, там, мы с ней вот эти вот все деловые вопросы решаем, отличная девушка, вообще супер. Если Катя смотрит этот ролик, слушает, Катя тебе привет, клевая. Вот. Дальше что? Квартира такая, конечно, ну, не то, что прям бич-хата, но съемная хата, вот так это называется, съемная хата. Я там не собираюсь это дело никак улучшать, это же не моя квартира, я просто, наверное, подожду, когда у меня будет с деньгами еще получше, сниму, буду искать также не спеша что-нибудь вот просто получше, чтобы прям ремонт хороший был, все современное, не совковое, а современное, вот, чтобы прямо там можно было снимать как-то в разных вообще там локациях, чтобы кухня была клевая, современная, в комнате угол какой-нибудь кайфовый, ну, и так далее. Может, даже двушку сниму, чтобы можно было к себе приглашать, ну, там, друзей откуда-нибудь, родители, чтобы могли приезжать. Надо вообще зашибить, чтобы было. Вот, и так получилось, что, ведь как получается, так получилось, ведь как получается, мне нужно было съехать, чтобы не жить вместе, хотя на самом деле можно было не съезжать, потому что там-то у нас трешка, можно было реально не съезжать, но я как бы, что вот обострять, там, как бы друг другу мешать. Зачем? У меня потихоньку заработок как-то начал вырастать, и я понимал, что я уже могу снять, ну, прям, самый дешевый вариант, то есть, например, за пятнаху, вот это был для меня самый край, 15 косарей, но, правда, коммунальные услуги плюс к этому, то есть, в итоге, все равно, вот я сейчас плачу, у меня летом, типа, 17-18, а косарей уходит на жилье, а зимой, вот сейчас уже к двадцаточке, там, типа, 19-19,5, потому что обогреватель, электроплита, вот, ну, и всякие разные электроприборы, все-таки в Питере дневной свет часа, там, 4-5 присутствует, да, все остальное время свет должен работать. Вот, и при этом надо еще и бабе на детей что-то давать, то есть, понимаете, это как бы уже такие цифры, и самому надо как-то хотя бы кушать, причем кушать желательно не воду с хлебом, да, а по праздникам гречу, а более-менее что-то, хотя бы огурчики, помидорчики еще купить, мед мой любимый с орехами. Но в течение года у меня заработок мой так потихоньку увеличивался, увеличивался, не сказать, чтобы он прямо большой, конечно, но мне вот сейчас уже в конце года могу сказать, что хватает и спокойно квартиру снимать, и бабе на детей давать, и, в общем, на все остальное, на обычную жизнь мне хватает. Так что, в общем, я доволен, мне грех жаловаться, мне нравится очень моя жизнь, да, вот, и плавно перешел к тому, к дальнейшему. Что еще я хочу сказать про этот год? В этом году я очень полюбил свою жизнь, очень полюбил свою жизнь, ребята, поймите эти слова, это очень важные слова. Я пытаюсь, говорят, что очень важно себя полюбить, я не понимаю, что значит себя полюбить. Кто-нибудь может мне объяснить в комментариях, вот, напишите, что значит полюбить себя, вот, как это себя любить? Ну, там, понятно, что не делать то, что тебе не нравится, там, может, баловать себя, как-то держать какое-то свое достоинство, там, ну, вот, какие-то такие слова можно говорить, но, блин, как-то уважать себя, ну, да, согласен мне, это понятно, баловать себя в какие-то моменты, да, я это делаю, но это какие-то частные моменты, любить себя, как, ебаный ты в рот, что значит любить себя? Может быть, я к слову любить отношусь как-то слишком, слишком к нему отношусь как-то так мощно, слишком в него вкладываю большое значение, но, блядь, я считаю, что слово любовь, это, наверное, самое мощное слово на планете, вообще в человечестве. И что значит любить себя, вот, надо как-то, не только информацию эту, вот, как-то вложить, да, в свою голову, типа, там, уважать себя, баловать, не знаю, стараться жить так, как тебе нравится, ну, да, да, это понятно, и все, вот это полюбить, да, ну, все, я себя полюбил, наверное. Но, как-то слово полюбил, я, блин, ну, в общем, надеюсь, вы поняли, что я не могу по этому поводу ничего внятного сказать. Но, вот, что касается жизни, что жизнь в этом году, я прямо к ней отнесся, поменялось у меня отношение, наверное, к этой жизни. Я к этому шел вот тогда, вот, наверное, лет, может быть, даже к этому лет 10-то и шел где-то, наверное, после 30-ти начался мой такой вот, ну, как я это называю, свой духовный путь, да. Вот, после 30-ти, ну, наверное, ну, после 30-ти, короче, начался мой такой вот путь, когда я захотел понять, как устроена жизнь. Потому что у меня было в материальном смысле более-менее хорошо, ну, неплохо, получше даже, может, чем сейчас. То есть, в таком, в голодранском смысле, действительно, прям, было все хорошо. И квартиру снимали, и, как это, на все хватало из такого, там, продукты, одежда, там, игрушки мелкому. Тогда был только Серега, старший сын, младшего еще не было. То есть, на какие-то такие вещи, там, летом, жене с Серегой на месяц, на море, там, это, как бы, вообще-то сумма, там, по-моему, с перелетом, с, вот, со всякой вот этой фигней, там, что-то к соточке получилось. А это было 10 лет назад, если не больше, не помню. Тогда соточка, и сейчас соточка, это не одна и та же соточка. Ну, отпухать мне хватало, прям, вот, когда хочу и как хочу. Нормально было, вот, в материальном смысле. Но именно тогда я стал задумываться, почему же я все равно не испытываю счастья какого-то в жизни. И начал я интересоваться, вот, как бы, как же, как стать счастливым, как-то, вот, мой путь, что-то, понимание жизни. То есть, я понимал, что одними деньгами я не сделаю себя счастливым. У меня тоже был такой приход, знаете, как-то утром проснулся. Именно вот, да, утром проснулся. Так, наверное, начинаются некоторые рассказы. Once upon a time. Вот, короче, проснулся я утром как-то раз. И что-то вот я так призадумался. Вот, например, пройдет какое-то количество времени, и вот буду я там жить. Вот у меня коттедж, вот у меня жирный черный джип, у меня деньги. А чувствовать, как я себя буду в этот момент. То есть, какой ценой это все ко мне придет. Вот, и что будет внутри меня, потому что то, что будет во внешнем вот этом вот мире, да, вот я себе представил картину, нарисовал такой достаток, да, к которому все люди стремятся, к этому достатку. Вот, и я вот представил эту картину, что достаток все это есть, а счастлив ли я? То есть, вот именно к этому я иду, что внутри меня происходит? А внутри меня я, вот внутри себя я ощутил вот себя точно таким же, каким вот я и был в этот момент, когда вот был этот приход. И, ну, только у меня еще вот это вот. Ну, как бы хорошо, но по факту я не этого хочу. Я хочу, я хочу, чтобы мне было заебись, вот что я хочу. А мое заебись, это не только дом и жирный джип, вот и там гигабайты на карте. Не только это. Я должен себя ощущать, чувствовать себя легко внутри, чтобы мне ничего не ебало вообще. И тут уже не так важен вот дом и жирный джип, да, и гигабайты, а важно именно мое восприятие жизни, именно мое ощущение, мой кайф по жизни, моя легкость по жизни, моя радость. Вот, вот к этому, это я сейчас так говорю, а тогда я этого, это, наверное, не мог сформулировать именно словами. Словарный запас, кстати, так себе у меня, дай бог, если на троечку. Вот, и, блядь, что сказать-то еще, как это сформулировать? Ребята, я буду так косноязыка говорить, но чаще всего вот такая речь, она и интереснее, когда вот так вот все спонтанно получается. Ух ты, уже больше сотки еду, две тысячи оборотов. И я понял вот тогда, что нет, не к этому надо идти. Я стал искать, как мне прийти вот к моей какой-то вот, к моему счастью. Это при том, что у меня была семья, и я себя финансово чувствовал уверенно. Но я не был счастлив. И вот тогда это началось. Тогда мне было 30 плюс лет. Я не знаю точно сколько, не помню. Да и что вспоминать. Сейчас мне 42. Вот, в этом 19-м году мне исполнилось 42. И вот, именно, наверное, в этом 19-м году произошло вот это какое-то понимание. Господь, Бог, судьба, или я так постарался. Я не знаю, наверное, все вместе, что как-то вот я стал, вот я стал уже близок к этому пониманию того, чего я хочу. Я сейчас, наверное, могу сформулировать, что мне хочется. А я уже говорил эти слова, вот это вот счастье, радость, легкость. И они у меня уже есть. Я не уверен насчет 100%, что я прямо вот. Понятно, что если бы я так вскрылся бы, прям таким, чуть ли не каким-то святым бы стал. Не, ну не святым, конечно, это не подумайте, что я там в святые полез. Конечно, нет, у меня говняных мыслей-то хватает. Но вот такая вот, как это, ну не то, что просветление такое, нет, никакого просветления. Просветление, наверное, нечто большее. Вообще, есть ли какое-то просветление. А такое понимание, что ли, ближе к осознанности какой-то. Ну, то есть, зачатки вот этих вот слов, о которых я говорю, вот они в этом году у меня стали проявляться. И я действительно все чаще и чаще испытываю радость от самой жизни, вот счастье. Возможно, развод как раз с женой как бы через боль же проходит. Развитие идет через боль. Вот смотри, ты, например, хочешь бицуху большую. Ты хочешь плечи круглые, здоровые. Ляхи огроменные. Ты должен качаться. Ты качаешься через боль. Ты должен себя преодолевать, чтобы стать сильнее. И это во всем. Не только в физическом теле. Если ты хочешь зарабатывать миллионы, а ты нищий, тебе нужно не только везение, но и нужно как бы это везение заслужить своей работой. И тоже будет очень много тяжелых моментов. А может и не будет, кстати. Это уже мы потихоньку подходим еще кое к чему следующему. В общем, в этом году я стал себя по жизни чувствовать более таким счастливым, довольным. И это еще происходит из-за того, что я больше стал концентрироваться на том, что мне нравится. А мне нравится пилить видосы. Вот такая вот псевдожурналистская деятельность, вот эта блогерская. Это у меня прямо... Ну, это мое. Это мое счастье сейчас. Вот это точно мое счастье. Мне нравится очень моя жизнь, в которой я сейчас живу. Мне нравится пилить контент. Он может не заходить. Он может... Далеко не всем нравится. Ну, видно же, что вот за три года каналу сейчас будет через... Через сколько? Меньше, чем через 10 дней. 9 января, день рождения канала, я считаю, когда вышел мой первый видос. 5 причин купить Volkswagen Polo Sedan. Который, кстати, набрал уже, по-моему, больше 200 тысяч, что ли. Для первого видоса-то, кстати, не так уж и плохо. И вот будет к этому, ну, то есть теоретически, если не произойдет чего-то, ну, чего-то необычного, если все будет идти в штатном режиме, то к этой дате, 3 года канала, у меня на канале будет 60 тысяч подписчиков. Ну, за три года 60 тысяч, это для многих, это, ну, это не результат, да? Для меня это результат. Так, мама звонит. Мама, сейчас. Так. Мам, я тебе сейчас перезвоню через 10 минут, хорошо? Мама просто так, она ждет меня, я ей перезвоню там, ничего страшного. Я ей звонил, она в магазине была. Вот. Ладно, продолжим, сбился я что-то, что там. О чем я говорил-то, ёб твою мать, блядь, хуй вспомнишь. А, насчет блогерства. Ха-ха-ха-ха, 60 тысяч будет. Я хотел до Нового года 60 тысяч, но чувствую, не успеваю. Да ладно, это цифра, я уже сейчас, кстати, проще к этому отношусь. Я просто вижу, что канал развивается, уже у меня есть какая-то своя, пускай небольшая, но своя аудитория. Что для меня круто. То есть, я перешел, вот для меня важный был порог 50 косарей, 50 тысяч. То есть, я так думал, если уж как-то я доживу до 50 тысяч подписчиков, то уж до 100 тысяч я уж по-любому дойду уже, даже делая хуйню. Органически дойдет. А 100 тысяч все-таки это уже, это уже прям нормально. Вот. Причем, когда я помню, когда у меня было около 5 тысяч, мне кто-то написал в комментариях или на стриме, что я просто никчемная хуйня, и это вообще мой максимум. А, не, это было 2 или 3 тысячи подписчиков, и кто-то мне написал, что это мой максимум, и дай бог, если я до пятерки дойду, это прям будет для меня огромное счастье. Типа, это даже до максимума до такого не дойду. Ну, до пятерки я быстро дошел, там 10 тысяч, ну и там дальше, дальше, короче. В результате вот, сейчас уже 59, что-то там, ну, короче, 60 тысяч сейчас будет. Ну, приятно то, что все-таки кто-то смотрит, кто-то подписывается. То есть, получается, не зря, все-таки не зря. Это при том, что у меня контент у меня не хайповый вообще. То есть, аудитория же, что хавает? То, что, ну, то, что люди хавают, то они и хавают, а хавают они то, что очень удобно и вкусно жевать. А это вот всякое вот, это юмор, это пранки, это буллинг, обсиралово, стёб, ну, в общем, вот такое, что у нас заходит. Ебашилово всякое тупое, вот это заходит. А я как-то не сторонник этого контента, я пробовал что-то такое делать, но это, видимо, не моя тема. Мне надо делать что-то человеческое такое. Я в этом году, опять же, это осознал не так давно. Я решил забить болт на все эти съемки пассажиров там. Ну, нахуй мне это, у меня это даже и не смотрят особо. Смотрят в основном мои размышления, то, как я говорю, вот то, что я сейчас делаю. Я, правда, ну, не знаю, в таком формате, как я сейчас снимаю, вообще посмотрят, кто не посмотрит. Ну, просто эксперимент. Если вам интересна, конечно, моя болтовня, то я прям буду только счастлив. Ну, вот такой вот разговорный жанр, такая, как я говорил уже, псевдожурналистика, там, интервью, такие вот разговоры с простыми мужиками, простыми людьми, о работе. Мне о работе очень нравится говорить, потому что я всю жизнь работал на каких-то таких чернокнижных работах, как я говорю, то есть неквалифицированный труд водила, стройка, там, по поручениям что-то, эту взять бумажку, отвезти туда, отдать тому-то, там, туда заехать, забрать деньги, отвезти их туда. Ну, как бы, вот, и такое было, и грузоперевозки всякие, грузчикам, блин, эти, таскание сейфов, роялей, там, строительного мусора, на свалке сколько раз, блядь, эти, протыкание колес, блядь, пиздец, когда ты застрянешь на этой свалке, ёб твою мать, там вонище. Ай, блин, конечно, да. Блядь, вот, надо же попадать вот во всю эту хуету. Ну, может быть, мне и нужен был багаж жизненного опыта, чтобы сейчас, чтобы сейчас говорить. Чтобы мне было о чем говорить, мне всегда есть что сказать. Ну, может, кроме каких-то пустых моментов, которые мне неинтересны. Как-то ведь надо понимать то, о чем ты говоришь. То есть даже не сколько суть какого-то вопроса, а меня больше интересует сам человек, как он устроен, как его жизнь устроена. Поэтому мне интересно про работу, как вот человек пытается из каких-то, может быть, не особо приятных условий поиметь какой-то профит, какие-то ништяки, как-то суметь заработать. Ну, так вот. Ну, кто следит за моими движениями в медиапространстве, вы все понимаете, конечно. Вот. И вот тут я уже к чему-то, я там должен был прийти, о чем забыл, блядь. К чему? Наверное, к тому, что откуда у меня счастье за счет того, что я занимаюсь любимым делом. Вот это мое любимое дело. Вести ютуб-канал. Ну, некоторые думают, что это не дело, что это не работа. Ну, естественно, это говорит только тот, кто этим не занимается и не занимался. Либо занимался этим так, типа, не знаю, выложил пару роликов, там, выложил пару фоток и понял, что все это хуйня и перестал заниматься. Ну, вот в основном такие об этом, ну, судят вот так вот. Попробуйте три года постоянно пилить контент и за счет этого жить. Попробуйте. Вот после этого мы с вами будем говорить на равных, а не так, что, блядь, это хуйня. Ну, для тебя хуйня, ну, для того, кто так считает. Для меня не хуйня. Ну, кстати, да, я не три года живу за счет этого, но года полтора точно. То есть, вот это лето, потом то лето предпоследнее, вот я уже зашел в предпоследнее лето, не работая в такси. То есть, я после него уже, то есть, лето довольно долго прожили мы в деревне, потому что я там пилил контент какой-то. Там мне тоже заказывали рекламу, что-то там, денежку какую-то пересылали за эту рекламу. А живя в деревне, там денег на самом деле можно жить на прям на очень-очень маленькие суммы. И мы лето прожили в деревне, вернулись в Питер. И вот я продолжил, уже вернулся в Питер. Там у меня уже накопилось желание, накопилось того, что снимать именно в Питере. Вот. И там уже все пошло, поехало, поперло. И тогда, кстати, уже жена типа, а что ты не работаешь? При том, что я каждый день снимаю, монтирую ролики, на этом зарабатываю такой вопрос. Такие вопросы были, типа, а что я не работаю? А что я делаю, блядь? Типа, ну, просто кайфую там. Ну да, я кайфовал от своей работы, но при этом эта работа мне приносила деньги. Уже такие, ну, небольшие, но там, по-моему, уже как раз соизмеримо было, что вот таксист, вот когда я работал в такси, сколько я в месяц зарабатывал, вот уже столько, я, наверное, уже, ну, я просто вот так вот не помню цифры, но уже мы жили, то есть я покупал на эти деньги продукты. Мы оплачивали там коммуналку, потому что своя квартира. Но единственное, что я никуда не ездил на работу, а выезжал поснимать. Кстати, некоторые думают, что, возможно, вот эта моя деятельность повлияла на наш развод. Я этого не знаю. Но если это повлияло, то это настолько нелогично, потому что как раз я уже, мы когда расходились, я уже съезжал, я этим зарабатывал больше, чем в такси. Уже можно было бы не хуже жить на те деньги, за которые я снимал бы квартиру, эти деньги, которые ей давал на детей, уже на, только на это. Мы бы жили не хуже, чем я работал, зарабатывал в такси. Только при этом я всегда дома, и можно какие-то домашние дела делать. Может быть, как раз ей этого и не хотелось, кто его знает. Может, ей как раз нужно было бы, чтобы меня дома не было. Этого я не знаю. Ну, и задавать эти вопросы как-то, ну, может быть, как-нибудь поинтересуюсь, просто чтобы, просто для, ну, утолить свое любопытство, может, понять, понять. Хотя, а нужно ли это понимать? Потому что это же ее отношение ко мне. Нужно ли мне понимать ее отношение ко мне? Вот на сегодняшний день, когда мы уже разошлись, мы уже разошлись все. Она в других отношениях уж давным-давно. Какая разница, что это повлияет? И у меня уже своя жизнь, и я хочу строить свои отношения. Потому что, я не знаю, то есть, ну, есть ли смысл вообще обсуждать. Ну, может, и есть так, как бы, ну, просто чтобы было понимание. Ну, ладно, это опять я пошел не совсем туда. В общем, вот так вот получается про этот год, что семья завершилась наша. Я обрел уже уверенно вот эту работу, блогерскую деятельность свою, которая прям меня заряжает во всех смыслах. Отнимает сил, много сил. Да, у меня зрение портится из-за недосыпа, из-за ночного монтажа, из-за компьютера. Надо себя поберечь. Вот одна из моих задач на следующий год, это как-то уменьшить нагрузку или ее как-то оптимизировать. Например, монтаж кому-то передавать, или просто пилить меньше роликов. Больше работать над самим контентом, чем над его количеством. Может быть, как вариант. Потому что я бы на самом деле хотел бы делать на основном канале, например, два ролика в неделю. Не три, как сейчас я делаю, а два. Это мне было бы кайфовее по монтажу, потому что мне нравится монтировать, мне нравится работать с картинкой. Мне вообще хочется такую кинематографию творить. Может быть, даже я иногда задумываюсь, может, фильмец какой-то снять. Ну, такую небольшую какую-нибудь, может, документалочку, не знаю, может, клипчик какой-то. Вот что-то такое, потому что мне хочется овладеть видеосъемкой. Для себя просто. Потому что это интересно. Для этого нужно, конечно, овладеть в первую очередь камерой. А это, оказывается, блин, это искусство. Это в буквальном смысле слова искусство. Это вот как вот блогеры в основном снимают, особенно таксоблогеры. Просто в руках GoPro или Сонька, ну, экшн-камера, куда-то смотрит в сторону говорящего объекта, и все. То есть нет вообще понимания о картинке, о композиции. О том, как ты хочешь передать то, что сейчас происходит зрителю. Потому что просто тулбище в кадре, блядь. Ну, бля, это не ко мне точно. Я просто вообще, я просто не понимаю, как это возможно. А вот в основном все так и делают. Это тоже нужно осознавать, потому что я иногда перегибаю палку, что-то там ебусь над картинкой. А, ну, в итоге я, в итоге я получаю только опыт. Я не получаю за счет этого просмотров, там, чего-то такого, отклика прям. А может и получаю, просто не замечаю этого. Может быть. В общем, вот так вот, ребята. Такой вот год. И сейчас под конец года, да, еще я стал ходить на Цигун. Цигун, там, очень хороший, как вот сказать, учитель, скажу так. Учитель. Цигун – это не просто, это не физиология. Гнуться, сгибаться, там, блядь, суставы. Это он еще как бы какую-то, не то чтобы философию какую-то дает, но какое-то понимание в целом вообще, как устройство жизни, что ли. Причем именно с духовной стороны, именно немножко более широко раскрываются возможности человека. Те вещи, о которых никто не говорит, о наших возможностях каких-то. вот, и я надеюсь, что это, ну, это тоже как-то, наверное, работает. Потому что мне интересен, в первую очередь, не материальный мир, а духовный. Ну, я их не отделяю, потому что как одно без другого. Не просто же так мы на этой планете. Кстати, деревня Кисельня. Здесь у меня живет сослуживец, с которым мы служили в Петрозаводске, Леха Тифакин. Надеюсь, он жив и здравствует. Вот, все в порядке у него. Вот, что еще сказать? Вот, цигун. Ну, вот так вот, ребят, действительно, очень клево. Очень клево. Я радуюсь жизни. Надо не забывать, я вам, вот, хочу вам дать просто совет такой, от себя. Такой человеческий совет. Понимаете, то, что вот вы живете, вот то, что вы сейчас имеете, этого уже достаточно, чтобы быть счастливым человеком. Это действительно так. Для того, чтобы быть счастливым, не нужны какие-то дополнения, какие-то искусственные там педали, рычаги, костыли. Нет, ты просто, что ты жив, ты видишь мир вокруг себя. Все. Это и есть уже счастье. Просто нам башку запудрили одно, другое, пятое, десятое. Это уже работает система. А по факту, тебе, как живому человеку, тебе нужно понимать, что вот в этот момент самый, это и есть твои сто процентов счастья. Просто ты как-то ушел от этого, тебя увели, точнее, от этого куда-то. И теперь тебе нужно еще вот для счастья вот это, для счастья вот то. Но нет. Когда ты будешь вот, блин, вот мне 42 года, да, как бы не то, чтобы большой срок, но это достаточный срок, чтобы как-то, ну, чего-то уже можно было понять. И вот какие-то вот эти вот ништяки, к которым я стремился, они мне счастья-то не давали. Они мне давали радость, конечно, какую-то. Купить машину, купить гитару, как я там хотел, купить какую-то обработку для гитары. Где-то там что-то еще приобрести, выебать кого-то там. Все это давало радость, короче, какую-то. Но это не давало именно того глубокого счастья, охуенного вот этого вот счастья, вот этой радости, которая делает тебя счастливым прямо безгранично. А не так, что на вечер, к примеру. Да это не счастье, это просто какая-то хуйня, это, ну, такая искусственная поебота, как наркотики, например. Какой толк, в них нет никакого смысла. Тебя прет какое-то время, а потом ты отходишь. И в итоге ты забылся, отошел от реальной жизни. И все. Ну, ты ничего не приобрел. Ты только потерял. Ну, ладно, ты потерял деньги, то, что купил говно. Но ты еще потерял, потерял то время нормальной жизни. Ты как бы отошел от реальности. Ты потерял себя на какое-то время. А вот это как раз и ведет на темную сторону. Не к счастью это ведет, а к горю. То есть это наоборот, дорога от счастья. Ну, что касается и бухла тоже там. Ну, это вы уже и так от меня много раз слышали. Вот так вот, ребята, прошел мой год. Год 2020, я думаю, будет еще более охуенный. Это будет год счастья. Я назову 2020 год годом счастья. И вам я хочу сказать, что, ребята, тоже называйте год 2020 годом своего счастья. Обратите на себя внимание. Это опять же мой совет. Понимаете, я не то, что там великий советчик, но я знаю, что есть люди, которым по жизни, да большинство из вас такие же, когда ты по жизни себя очень часто чувствуешь неуютно. Из одной хуйни, другой, пятой, десятой. Все это такие раздражители, от которых хорошего не испытываешь. Все хорошее, оно находится в тебе. Не надо счастья искать в какой-то там другой бабе. Не надо счастья искать в большем заработке. Это, конечно, хорошо, но это не принесет тебе именно большого счастья, именно твоего счастья, именно твоей радости. Это все в тебе, возлюбленный мой дружочек. Так что займись собой в этом году. Посвяти этот год себе. Потому что именно вот занявшись собой, ты себя и приблизишь к чему-то хорошему. Понятно, что там нужно думать не только о себе. Я абсолютно не спорю. Обязательно нужно думать и о родителях, и о близких, о друзьях. Помогать как-то взаимодействовать, конечно. Но это точно такое же... То же самое это тебя приведет к своему счастью. Но ты обязательно должен думать о себе. Потому что если ты сам не будешь... Ну, если ты сам не будешь кайфовым, крутым, красивым, легким, то и вокруг тебя остальные тоже не будут такими. Ты должен обязательно как-то своим примером все вот это вот сделать, показать. Ну и для себя. То есть сам ты должен быть на уровне. Как ты это сделаешь, я не знаю. Ну, как-то у меня-то начинает получаться. Надо как бы приходить, возвращаться к самому себе. Все внутри тебя, вот эти вот ништяки. Потому что гонка вот эта вот вечная, она просто отнимает твое время. Ты бежишь в могилу. Бежишь туда в ящик, в ямку, в холод, в темноту, в старость. Ты вот куда ты спешишь, именно разъебывая все вот это вот, то, что вокруг тебя происходит. Ну и... Ну и чего? То есть получается в этом нет какого-то особого смысла. Надо наслаждаться только самим вот собой. То, что происходит... Ну как... Не, я неправильно формулирую. Надо понимать, что твоя жизнь, она происходит сейчас. Вот именно сейчас. Прошлого нету, потому что... Ну, его уже нету. Оно в прошлом, это просто воспоминание. Причем лучше прошлое вообще забыть, как бы отложить для себя некий опыт, может быть. Но в целом на прошлое никак не ориентироваться. Потому что прошлое, это то, чего уже нет и никогда не будет. То есть это бессмысленная хуйня. Да, получил свой опыт там в чем-то, все, забей хуй, прошлого нет. Ни в коем случае на нем не концентрируйся. Это тебя тормозит в дальнейшем развитии. Будущего еще нету. И не факт, что оно будет, понимаешь? А вот сейчас у тебя есть всегда, понимаешь? Вот твое сейчас, оно у тебя всегда, блядь. И ты в нем живешь. Вот как, например, ипотека. Пиздец, ипотека, ебаный стос. 20 лет ебошить на кого-то, чтобы тебе было где жить. И потом вот это вот, ты оказался в этой своей однушке, блядь. Потратить столько лет своей жизни. Ну, я не осуждаю ипотеку, просто я ее, блядь, не особо понимаю, не особо котирую. Может, я и сам когда-нибудь возьму ипотеку, если буду вообще хорошо зарабатывать. Ну, какую-нибудь такую коротенькую. Чтобы по-бырому с ней расквитаться, там, как-то. Блядь, что-то как-то так стрёмненько он вырулил. В общем, жить надо именно сейчас. Вот тогда, когда ты поймешь, что ты... Вот эта вот избитая фраза здесь и сейчас. Да, блин, она потому и избитая, потому что она реальная, она правдивая. Она натуральная. Ты живешь здесь и сейчас. У тебя нету жизни вчера, у тебя нету жизни завтра. У тебя здесь и сейчас. И другого никогда не будет, понимаешь? Вот через 10 лет ты все равно будешь жить здесь и сейчас. А вспомни себя 10 лет назад. О чем ты говорил? Чего ты хотел? Чего ты мечтал? 10 лет прошли. Ну, вот. Потом еще 10 лет пройдут. Еще, еще. И потом в ящик утеньки. Вот и все закончилось. Поэтому пока перед ящичком, перед ямкой, надо бы покайфовать. Просто радоваться тому, что ты здесь. Это уже... А время быстро пройдет. Скоро все, блядь, туда взлетим. В последний путь, блядь. Так что перед этим, ребята, давайте поулыбаемся, пошалим. Радуйте себя. Радуйте. И радуйтесь. И все будет заебись. Короче, ждем 2020 год. До него осталось несколько дней. Не знаю, когда ролик выложу. Может, вообще, там, 30-го или 31-го. Но это не поздравления. Это мои выводы на блоге Тихого, на лайв-канале. Вот. А поздравления, может быть, я запилю на основной канал. Ради прикола какую-нибудь хуйню там буду нести. Ну, что, если формат такой, кстати, вам понравился, если ролик понравился, напишите в комментариях, что думаете. Про 19-й год, что думаете. Про мои вот эти вот мысли. Про то, как у меня год прошел. Ваше мнение интересно. Пишите. Все, ребят, кайф. Видите, Мурманка. Уже скорость сясть строй, кстати, будет. Но пожру я в Ладейном поле. Надо будет пожрать. Ух ты, Запорожец зеленый поворачивает. Хираси на Запаре кто-то ездит. Номер еще ЛГ старый. Красавчики. Все, ребят, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...